Постепенно начинается подготовка ко Дню Победы. В прошлом году на параде 9 мая прошла патриотическая акция «Батальон непобедимых». Рассказывцы шли с табличками в руках, на которых были фотографии участников Великой Отечественной войны, родных и близких людей. Всего было изображено 44 воина. Задумка о памятном марше пошла из города Томска. Движение исторической направленности там существует всего два года, но даже за это время оно получило небывалый отклик по всей стране и даже за рубежом. 9 мая День Победы в стране теперь проходит в новом формате. Крупных городов, которые поддерживают движение «Бессмертный полк», становится больше с каждым днем. В преддверии майского парада участники готовят транспаранты с именами и фотографиями своих отцов, дедов и прадедов. А уже на праздник Победы в Великой Отечественной войне люди выйдут на улицы с главной целью – увековечить имена бойцов. В 2013 году в Рассказово впервые прошла подобная акция, но под названием «Батальон непобедимых». В конце прошлого года мы официально вступили по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана в эту организацию. То есть теперь город Рассказово – полноправный член этого общероссийского движения. И теперь вот в этом году мы хотим, чтобы все это выглядело гораздо масштабнее, гораздо масштабнее. И поэтому мы хотим привлечь всех-всех-всех тех желающих, потому что цель этого движения, этого полка – это увековечивание памяти своих близких, родственников, которые прошли Великую Отечественную войну. Это для нас самое главное, потому что, к сожалению, годы стирают значимость тех дней, но мы не вправе это все забывать. Рассказовский бессмертный полк будет формироваться в течение всего апреля. Принять участие в историко-патриотическом движении могут все желающие. Для этого необходимо подготовить фотографию в формате А4 своего родственника или знакомого участника Великой Отечественной войны. Оформить на готовый деревянный штендер фото можно в администрации города. И на параде 9 мая люди пронесут по главной площади города имена солдат, защищавших Отечество. К сожалению, участников Великой Отечественной войны в живых осталось очень и очень мало. А это вот их родственники, их дети, внуки, правнуки пронесут фотографии, фотографии тех людей. Вот именно, это праздник для них, праздник их. Это те люди, благодаря которым мы, в общем-то, живем сейчас с вами.